Как дела, мои чудные спутники? Привет, Диана! Я Диона. Привет, Димас! Мимах! Меня зовут Мимах! Привет, спутник, названный в честь испанского салата! Эй! Инцелат вообще не звучит никак... Ладно, звучит похоже! И привет всем остальным! Стоп! А где Титан? Титан? Титан! Его имя он почему-то помнит. Вот это было пятница! Титан, где ты был? Эй, Сатурн. Просто смотрел на звёзды. Пошли. Я собираю все свои 83 спутника. Нужно кое-что с вами обсудить. Итак, все в сборе. Я Сатурн. Мы знаем, кто ты! Точно. В общем, это неловко, но... Я только что узнал, что мои прекрасные кольца... Сделаны из трупов... Старых спутников. Он серьёзно? Почему он нам это говорит? Я не знал, клянусь Юпитером! Не виноват же я, что я являюсь одной из самых больших планет Солнечной системы, а вы... моими спутниками. Однако, я считаю, что каждый заслуживает второй шанс. Так что, если я получу ваше прощение, мы все поладим, и я вас не расплющу. Значит, мы тебя прощаем, либо ты нас убиваешь! Таков выбор! Подожди, я не это имел в виду, Инцеллот! Меня зовут Инцеллот! Ребята, хватит! Конечно, мы тебя прощаем, Сатурн! О, спасибо, Титан! Ты лучший! И вы все остальные тоже! Фух, как гора с поверхностью! Конечно, тебе его легко простить, да? Ты же любимчик! А что мы можем? Мы просто спутники! Только потому, что вращаемся вокруг Сатурна. Ребят, давайте... Эх, пойдем уже! Ну и короче... Залетели две планеты в бар. Псс! Эй! Я тебя знаю! Э, ты та сумасшедшая планета из пояса астероидов! Что? Нет, я не планета. Я Титан, спутник Сатурна. Ты спутник? Ха, быть не может! И почему это? Уж слишком-то великоват для спутника. Типа намного больше, чем Плутон. А может и даже больше Меркурия. Ну даже не знаю. Ты, наверное... Погоди-ка, это атмосфера? О, убить готов за атмосферу! Эй, ты... Можешь... Да, прости, перебор. Так, почему ты здесь? Просто хотел познакомиться. Ты же как-никак спутник Земли. Понятно. Тебе нравится Земля? А как же иначе? У нее все условия для формирования жизни. И вода в жидкой форме. Да, она особенная. Но мы все по-своему особенные. Я думаю, что все в солнечной... Можешь познакомить меня с Землей? Пожалуйста. А Сатурн не заметит, что тебя нет? У него 83 спутника. Он не скоро заметит. Хм... Ну ладно. Я попробую. Спасибо! Ох, ты просто лучшая. Зови, если что! Он серьезно, спутник? Привет, Земля! Луна, ты знаешь, что я говорила о прерывании моих партий. Да, извини, но тут хотят с тобой познакомиться. Здравствуйте, мистер Земля. Большая честь, я пришел сюда... Воу, новая планета? Никогда тебя не видел раньше. Почему все думают, что я... Нет, я спутник и зовут Титан. Эй, кажется, я издалека тебя видел. Ты любимчик Сатурна, верно? Как он тебя называет? Своим Средиземьем? Подожди, что? Откуда это имя? О, ну это потому, что горы Титана названы в честь гор из Властелина Колец. А, на мгновение подумал, что он похож на... Ну а еще, потому что вы оба сделаны из камня. У вас есть атмосфера, вулканы... Вулканы? Разве Титан не заледенелый? Ледяные вулканы. О, это круче твоих. Что? Нет! В чем лед круче лавы? Почти во всем. Ну, в общем, у вас обоих есть озера и реки. Только у вас, насколько я знаю. И че? А у него есть океан? А? Под поверхностью. И не просто океан. Жидкая вода. Так что, возможно, на Титане есть же... Стоп! Не говори так. Он просто спутник, понятно? Мы не похожи. Да ладно, не груби. Нет! Спутники должны знать место. Если говорить такие глупости, то заставишь их думать, что они могут стать планетами. Эй, так... Титан! Че, как? Я пришел познакомиться. Ага. И? Какие мысли? Разочарован. Это было грубо. Так, дневник Острочела, запись 456. Пересекаю пояс астероидов. Я уже давно не видел ЗАД. И судя по нашей последней встрече, надеюсь, так будет и дальше. На данный момент я вроде как привык к говорящим планетам. Иногда они просто задают пару вопросов и оставляют меня в покое. Так что думаю, я начинаю контролировать ситуацию. Привет. Ты острочел, верно? Ээээ... Да. Я Титан. Спутник Сатурна. Ладно. А почему ты прячешься в поясе астероидов? Я принял тебя за Цереру. Прости, если напугал. Сатурн меня ищет, поэтому мне надо прятаться. У меня проблема. И только ты можешь мне помочь. Ну, что скажешь? Ах... Ладно. Ты знаешь правила. Просто ответь на вопрос, улыбнись и иди себе. Фух. Ты справишься. Хорошо, Титан. Я рад помочь. Правда? Обещаешь? Обещаю. Тогда ладно. Я хочу, чтобы ты залез под мою поверхность глубоко в подводный океан. И поискал там жизнь. Погоди. Я думал... Я понимаю, что это нелегкая задача, но мне нужно знать. Слушай, я бы хотел помочь, но мой босс убьет меня, если я... Ты обещал. Прости, Титан. Ну, может, в другой раз? Хе-хе-хе. А ты... Ты мне мешаешь. Я знаю. О, я только что вспомнил, что я оставил свой космический... Бумажник в... Э-э-э-э-э... Ну, так что, астрочел? Компьютер, каковы мои шансы выжить на Титане? Хотите, чтобы я приукрасила они выше, чем на Венере? Я чуть не умер на Венере где-то раз сто! Но на этот раз роботов-убийц нет. Ого, вот это облегчение. Вместо них могут быть инопланетяне-убийцы. Компьютер, иногда ты бесишь. Спасибо тебе за это, астрочел. Да, меня же... Не насильно заставляет делать это планета. Спутник. Если быть точным. Думаю, он вас слышит. Да. А что за оранжевый свет, компьютер? Атмосфера состоит из углеводородных частиц. Как круто. До сих пор не верится, что в Солнечной системе есть спутник, имеющий такую плотную атмосферу. Это безумие. Даже в одну целую шесть десятых раза плотнее земной. А, слышал это, Титан? Ты довольно плотный. Ага. Не могу поверить, что говорю это, но я скучаю по погоде на Венере. Вам нужен новый костюм. Пожалуйста. Ладно. Что теперь, компьютер? Найти способ добраться до океана. Типа, через пещеру? Предпочтительно, через диабер. А это что такое? Масса льда, которая медленно поднимается. Ладно. Возможно, мне понадобится курс по геологии поверхности Титана. Чтобы достичь океана, вы должны пересечь более ста километров поверхности и пробраться через ледяную кору. Сто километров? Я смогу это пережить? С вашим новым костюмом сможете. Лады. Пора начинать поиски. Эй, Титан. О, привет. Астрочила здесь нет. Что? Нет, я искал тебя. Меня? Ага, из-за всего этого. Да, из-за всего этого. Я знаю, что Земля была груба, но она не хотела тебя задеть. Под не хотела. Ты имеешь в виду ее речь о том, что я всего лишь спутник и не должен мечтать стать кем-то? Да. Думаешь, она имела в виду другое? Думаю, Земля почувствовала от тебя угрозу. Она гордится тем, что на ней есть жизнь, но и страдает от этого. Думаю, узнав, что другое небесное тело потенциально может поддерживать жизнь, он стал... защищаться. Знаю, что ты, наверное, сердишься, но давай не будем терять голову, хорошо? Титан? Эй, Титан! Подожди, это Астрочел? Где он? А... Астра кто? Астрочел! Крошечный землянин в милом космическом корабле. Титан, прием! Как слышно? Подожди, он на твоей поверхности? Личное пространство, Луна. Не забывай. Эй, подожди! Блин, не отвечает. Как там найти Диапир? Я не знаю. А получше идея есть? Только одна. Стоп, а откуда это взялось? Я напечатала на 3D принтере. То есть, я должен пробурить 100 километров твердой породы и льда? Либо так, либо вам придется каким-то образом одолеть Титана. А это не сделает меня Зевсом? Я не понимаю шуток из мифологии. Ну, конечно, не понимаешь. Ай! Астрочел там что, сверлит мою поверхность? Ага! Я все слышал! Хорошо, хорошо. Астрочел помогает мне выяснить, есть ли жизнь под моей поверхностью. Что, по собственной воле? Ну, тут сложно. Эй, я знаю, что ты злишься и переживаешь после случившегося, но это неправильно. Что с тобой не так? Что? А? Зачем ты проделал весь этот путь, чтобы извиниться за слова Земли? Стоп, я не знаю. Подожди, мы говорим не обо мне, мы... Она действительно твой друг? Земля относится к тебе как к равному. Ну да, мы друзья, так что... Я не видел, чтобы Земля предлагала тебе поиграть в карты. Она мила с тобой только когда выпендривается. Разве это дружба для тебя? Отпусти, Астрочел. Или я вернусь с кем-нибудь другим. Насколько... Ещё... Глубже... Подожди, Астрочел. Дрель перегревается. Ах, да ты издеваю... Вау! Подземный океан Титана. Я действительно здесь. Подземный океан Титана. Ты только посмотри. Прекрасно. Не правда ли? Ага. Нет. Твой костюм продержится здесь не больше часа. А ещё, давай не забывать, что тебя к этому принуждает огромная луна. Так что, может, ну знаешь, тебе стоит поторопиться? Ладно, я просто... Иду. Астрочел? Ты там? Если ты там, то скажи что-нибудь. Титан! Я здесь! Он не может услышать тебя под сотни километров камня и льда. Не будь глупым. А, ну уж прости, что я не понимаю правила разговора с планетами! Справедливо. И ещё тут кромешная тьма. Как мы вообще должны найти жизнь, если она тут вообще есть? Я проведу сканирование. Стой на месте. А чего мы ждём? Я засекла движение. Я укажу путь. Марс! Эй, а где Земля? Поход на своей орбите. Вы всё ещё не разговариваете? Не. А что? Ну, эээ, Титан немного на взводе, и он заставляет Астрочелы искать жизнь под своей поверхностью. Наверное, ты всё не так понял. Титан бы так не посмел. Ну я серьёзно, ну же, ты можешь образумить его. Сомневаюсь. Прости, Луна Земли. Ах, в ушах звенит. Это из-за давления? Да, я бывал в бассейне. Ты нервничаешь, не так ли? Не. Я всего-то погружаюсь в глубь океана неизведанной планеты, где я могу наткнуться на морских чудовищ. Я нахожу это обнадёживающим. Обнадёживающим? Что более ужасающе? Выяснить, что жизнь есть и за пределами Земли? Или выяснить, что вы совершенно одни? Компьютер, кто тебя вообще спрограммировал? Цыц, не двигайся. Что? Почему? Оно приближается к нам. Земля! А, ты только глянь. Моя Луна. Слушай, ты должен исправить свои косяки. Титан очень оскорбился, и теперь он... Слушай, ты мне больше не нужен. Венера помогает мне сохранять наклон. Да, а ещё теперь мы лучшие друзья. Так, давай не перебарщивать с лучшими друзьями. Да, да. Земля, я знаю, что тебе не безразличны твои земляне. И прямо сейчас остротчел находится в опасности. Я... Ты слышала, Земная Луна? Свали! Компьютер, я вот-вот вырублюсь. Ты можешь... Оно здесь. Где? А, это просто лёд. Не похоже, что ты в восторге. Не, ну я рад, что это не морское чудище, но... Может, мы и правда одни. Я же говорила. Да. Погоди, что это? Это же организм на основе кремния. Только нечто подобное может выжить в этих условиях. Видимо, жизнь всегда находит выход. Привет, малыш. Эй, привет. Ты плачешь? Эй, возможно. Титан! Вот блин. Ты всё ещё не отпустила остротчелла? Я же сказал, что он помогает мне. А я сказал, что я вернусь с Кройкем, если ты не отпустишь его. А, тут никого нет. Ты слышал, Деймос? Он сказал, что мы никто. Я слышал, Фобос. И очень отчётливо. Вы подкрепление? А, думаешь, тебя не наваляем? Да нет, я верю. Не обязательно быть планетой, чтобы быть мощным и опасным. Ну так я тебе чё скажу? Что? Что? В этом-то и проблема, ребят. До сих пор мы верили, что ни на что не годны, потому что мы луны. Вам не кажется, что нас принижали слишком долго? Что? Эй, не слушайте его! Земля называла нас астероидами! Да! Это было обидно, так ведь? Конечно, обидно, но она заблуждается, слышишь? Слышим! Вы вообще-то должны помогать мне! Да ладно, земная луна! Хватит командовать! Да! Расслабься, луна земли! Хватит звать меня луной земли! Займись этим, тёмная сторона луны! Думал, не попросишь. Слушай, Титан, может я и меньше, но я всё ещё могу врезаться в тебя и придётся... Ой, как несладко! Ты понял, к чему я клоню? Ладно! Я... Я... Я отпущу землянина! Ха-ха! Дело сделанное! Вау! Надо чаще так! Эм... Чел под моей поверхностью! Ну так выплюнь его! Мы так можем? Я не знаю! Ну... Попытка не пытка... Эй, а что происходит? Думаю, Титан собирается выплюнуть нас... О, так может! Острочел! Ты в порядке? Как по мне, так он мёртв. Я жив, я жив. Ух, я рад. Тебе не следует исследовать такие места в одиночку. Ну же, идём. Подожди, скажи, что нашёл. Да ну, разве это важно? Важно. Я нашёл тёмный необъятный океан. Но, думаю, я нашёл какой-то вид маленьких организмов. Но мне есть жизнь. На лунах может быть жизнь? Запрета точно нет. Так что... Что теперь? Я не знаю. Может, настало время измениться? Эй, ты куда идёшь? Пойдём, Дэйвис. Я за тобой, Фабос. Вы тоже? Куда все собрались? Ладно. Ну, по крайней мере, я жив. Как-то. Наверное, я просто продолжу миссию. Надеюсь, больше неприятностей не будет.